Бывает, значит, такое снимаешь, снимаешь, потом приходишь домой, скидываешь материал и получаешь на выходе вот такой вот беспонтовый кадр. Обычно это очень сильно желтый, либо очень сильно синий, либо зеленый, либо перенасыщенный красный кадр. Из-за чего это бывает? Из-за того, что ты либо выставил неправильный баланс белого умышленно, либо поставил автоматический баланс белого и камера неправильно его определила в условиях, в которых ты снимаешь. Либо же ты был в нереально тяжелых условиях, как, например, я на прошлой неделе, и условия окружающей среды не позволяла тебе выставить правильный баланс белого, Потому что стоило тебе повернуть камеру немного правее либо левее Либо развернуться в обратную сторону Баланс белого тут же менялся Потому что источники освещения были абсолютно все разные Один желтый, другой синий Второй какой-нибудь еще холодный, теплый там какой-нибудь И в общем я был в таких непростых условиях Снимал ворог английского языка Это было в комнате в обычной квартире С одной стороны светило окно Это белый дневной свет С другой стороны были подвешены желтые лампы Обычные лампы накаливания Тут еще значит сверху светили софиты белым светом И все это перемешивалось И еще к этому плюс добавились выкрашенные зеленые стены Которые давали очень неприятный рефлекс на кожу всем участникам этого видео В общем условия были не очень простые И естественно баланс белого у меня каждый раз сбивался И настроить один баланс белого я просто физически не мог Придя домой я увидел вот такую беспонтовую картинку И начал ее начать править И наткнулся на пару интересных советов Как можно быстро поправить баланс белого И сегодня я с тобой заделюсь очень быстрыми способами Как исправить баланс белого буквально в 3 клика в Final Cut Че зыришь? Лайк поставь Недавно в каких-то из своих видео я уже рассказывал про базовую светокоррекцию в Final Cut При том, что я не очень в ней ориентируюсь Но видео такое на канале уже есть И я там немного затрагивал, как исправить баланс белого Как исправить тон кожи Где это посмотреть Нам по-любому понадобятся вот эти вот инструменты Это RGB парад и вектор скоп Без них тебе просто не обойтись Это самый простой способ узнать Правильный у тебя баланс белого или неправильный На вектор скопе ты видишь, что если у тебя выступает какой-то цвет Значит баланс перевешен в ту или иную сторону Вот значит я тут заготовил несколько кадров Это классические желтые шоты Единственный шот, который более-менее правильно определила камера по балансу белого Это вот этот последний кадр Он вроде бы по балансу правильный Для того, чтобы это проверить Открываем первым делом здесь во вьюере View, видеоскоп Вот эта панель нам не понадобится Поэтому ее можно убрать Нажать вот сюда Свернем ее И как ты видишь Все тона красный, зеленый и синий Одинаковы друг с другом Поэтому мы здесь можем полагать Что баланс белого у нас выровенный Мы этот кадр не трогаем Переходим к этому кадру И видим, что немного преобладает синий Для того, чтобы тебе было понятнее Я сейчас просто возьму и потяну вот этот ползунок хайлайтов вниз В сторону желтого цвета И таким образом убавлю, видишь, синий цвет Добавлю, добавится зеленый и добавится красный Соответственно, мы можем полагать, что баланс белого здесь неправильный Чтобы это поправить Первое, что нужно сделать Я тебе хочу предложить, чтобы ты всегда пользовался масками И выделял ту область, по которой ты хочешь бить баланс белого То есть область, которая у тебя выходит за референс С этим кадром мне очень повезло В том, что здесь повсюду есть белый цвет, который можно взять за референс Хорошо, если в кадре есть белый лист бумаги Но такое, естественно, бывает крайне редко Что мы делаем? Мы берем, выделяем маской кусок белой области, который мы используем за референс И здесь мы отчетливо видим, что красный цвет преобладает Почему я хочу, чтобы ты пользовался масками? Для того, чтобы ты другие тона как бы отбил И они у тебя, в RGB парад, они у тебя не попадали Здесь мы, получается, выбираем наш эталонный белый цвет И видим, что синий у нас где-то отстал Зеленый чуть выше и красный еще выше Самый простой способ, внимание, приготовься Это открыть Color Curves, это кривые Коль уж у нас красный цвет выступает Мы берем ползунок красного цвета И тянем вниз Делаем по 75 Короче, вниз это убавить, а влево это прибавить Ну, здесь разберешься, да? Вниз мы убавляем красный цвет, влево мы прибавляем Немного убавляем красного, зеленый у нас тоже выступает Зеленый немножко тоже подприбираем И включаем маску, вернее, отключаем ее Смотрим, что получилось Получился вот такой шот с более-менее правильным балансом белого Видишь, желтизна ушла Но синий все равно выступает Потому что здесь есть экран сзади, который дает такой синий цвет Есть какой-то, видишь, холодный цвет от окна Это то, о чем я говорил, потому что человек сидит под желтой лампой А сзади у него фон, это холодный свет Можно использовать автоматический баланс белого Если у тебя нет времени, там что-то заморачиваться с кривыми Он находится вот здесь, в такой волшебной палочке Нажимаем баланс колор Но он не всегда справляется В данном случае он не понял, почему нам нужно отбиться Видишь, он немного приподнял все цвета и выровнял их В этой функции есть, находится вот здесь, в инспекторе Можно выбрать либо автоматическое определение баланса белого Либо взять за референс какую-то основу Выбираем пипетку и тыкаем в наш белый лист Потому что он у нас есть В данном случае он неплохо справился, как мне кажется Можно даже сравнить Вот кадр с ручным балансом белого, который мы отстроили при помощи кривых А этот с автоматическим Автоматически, видишь, немного краснит У нас мы красный цвет целиком подобрали То же самое можно проделать не обязательно с кривыми Это можно сделать и... Открываем Color Wheels И здесь аналогично Либо убираем температуру в одну из сторон Вот видишь, в данном случае я сдвигаю влево Это добавляется синего Красного немного убавилось Здесь можно подбавить тинт Обязательно использую маску Выбирай цвет референс, на который ты будешь полагаться Это может быть либо цвет кожи, либо какой-то участок Иначе можно либо здесь температурой поправить тинтом оттенок Либо просто в мастере вот здесь использовать вот этот кругляшок И убавить Соответственно, если у нас много красного, добавляем зеленого И добавляем синего, двигая кругляшок вправо Посмотрим, что получилось Вот такой результат Здесь явно видно, что зеленый как бы преобладает Его можно, если что, подправить кривыми точно так же И убавить, добавив там красный или убавить зеленый Короче, вот кривыми очень легко убирается Что делать, если в кадре у тебя нет референса, на который ты можешь опираться То есть какого-то белого цвета, листа бумаги Но есть человек, кожу которого тебе нужно поправить То же самое, выбираем маску Выбираем кусок кожи, по которому мы будем ориентироваться Делаем площадь побольше Выбрали кусок кожи И здесь нам понадобится, и как ты знаешь, вот эта полоса, она отвечает за тон кожи Талонный цвет, который должен быть Причем, что он действует при разных цветах кожи Желтом, черном, белом, неважно Этот оттенок будет всегда показывать правильный цвет кожи Поэтому, чтобы нам выбрать правильный баланс кожного покрова, так сказать, кожного цвета Опять же, мы берем Color Wheels, либо Color Curse И регулируем наш цвет кожи, добавляя, либо убирая тот или иной цвет Видишь, если я зеленый, буду отклонять сюда То есть, ну, кожа будет неправильная Сюда, и стрелочка будет отклоняться В данном случае Vectorscope показывает, что вроде бы как кожа у нас правильного цвета Теплая, выбираем маску Но сам шот у нас желтит И я бы немножко подобрал бы все-таки Опираясь на RGB-аппарат, красный бы я все-таки немного подобрал при помощи кривой Еще одна крутая фишка для того, чтобы поправить цвет кожи Она находится в Fuse Saturation Curse, то есть вот этих кривых Для того, чтобы прибрать цвет кожи, он бывает либо перенасыщен, либо ненасыщен Обычно это перенасыщен, как сейчас красного цвета много Просто берем пипетку, тыкаем в кожу Здесь у нас появляется точка красного цвета Неплохо бы добавить справа и слева еще по точке, чтобы сделать диапазон меньше по цвету И добавить, либо убрать В данном случае мне хочется убрать И видишь, как кожа приобретает довольно красивый цвет То есть свой естественный цвет, да? Я думаю, что кожа у него вот такая, на самом деле, немного бледноватая Ну, либо можно вот так насытить, да, такую сделать Помидорку или морковку, как это обычно бывает, такая морковная кожа Это самая основная ошибка, когда используют какой-нибудь лут, как он там называется В общем, когда ты используешь какой-нибудь лут, скорее всего, у тебя кожа будет сразу же вот такого оттенка Поэтому использую вот эту Hue Saturation Тыка пипеткой в кожу и убавляй примерно вот настолько Я надеюсь, тебе было полезно и интересно Использую эти методы И если резюмирую, тебе понадобится по-любому RGB-аппарат Тебе понадобятся кривые цветов И использую маску для того, чтобы взять цвет за референс тот или иной Хорошо, если у тебя есть в шоте какой-то участок белого цвета Это либо бумага, либо белая футболка Либо просто какой-то белый, который ты берешь за эталон и его возьмешь за референс Ну что ж, быстрого тебе монтажа, хороших тебе, удачных кадров Больше смотри видео, больше читай Ставь лайк, если тебе интересно это видео Или ставь дизлайк, если тебе не понравилось это видео И на этом все Пока